Открытие каждого предприятия и завода имеет большое значение для государства, в особенности в сфере сельского хозяйства. Повышение уровня жизни населения – это вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Прежде всего, в уходящем году политика в этом вопросе была направлена на диверсификацию источников продовольствия и увеличение внутреннего производства социально значимых товаров. В скором времени будет создан специальный научно-исследовательский институт по обеспечению продовольственной безопасности. Он будет изучать и анализировать текущую ситуацию, а также производство, потребление, запасы, наличие продуктов и разрабатывать соответствующие предложения. Для активизации экспортной политики был создан Центр продвижения экспорта. В настоящее время строятся логистические центры. Кыргызстан готов стать центром евразийской торговли и региональным логистическим центром для сбора, хранения, сортировки и отправки экспорта ориентированных товаров третьей страны. Запрос на нашу экологическую сельхозпродукцию есть, и он высок. При грамотном пользовании доступными ресурсами страна может добиться серьезного прорыва в отрасли. В ушедшем году на поддержку сельхозпроизводителей выделено более 13,5 миллиардов сомов. На проект финансирования сельского хозяйства 11 было предусмотрено 3 миллиарда и 300 миллионов сомов и еще больше 10 миллиардов сомов на кредитование агропромышленного комплекса. Благодаря мерам господдержки в области обеспечения продовольственной безопасности сейчас Кыргызстан обеспечивает себя пятью видами продуктов. Это не только молоко, овощи и картофель, но также мясо и сахар. О том, каких показателей удалось добиться стране в сельском хозяйстве, Усен Кальбаев. Непростым выдался 2023 год для сельских товаропроизводителей страны. Например, большинство крестьян из Сыкульской области получили низкие урожаи зерновых колоссовых культур. Это зернохранилище вмещает 80 тонн урожая, а на деле амбар почти пустой. В прошлом году семенном хозяйстве получили с гектаров всего по 15 центеров. Неурожайный год из-за проблем с поливной водой ударил по карману всех крестьян. В 2022 году на поливных и багарных землях собрались с гектаров по 35 центеров. В прошлом году удалось собрать всего по 15 центеров с гектара. Хотя у нас есть техника, а у тех, у кого нет, то им намного тяжелее. Некоторые площади оставили неубранными. Есть крестьяне, которые взяли кредит. Им не легче. Подобную картину по сбору урожая пшеницы и чменя можно наблюдать по всей республике. Между тем, по официальной информации, в 2023 году хозяйствующим субъектам сельской местности были выделены миллиардные средства из государственного бюджета. В 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей выделено более 13 миллиардов сомов. На проект финансирования сельского хозяйства «Одиннадцать» предусмотрено 3 миллиарда 300 миллионов сомов. Еще 10 миллиардов 300 миллионов на кредитование агропромышленного комплекса. Благодаря мерам господдержки в области обеспечения продовольственной безопасности, сейчас Кыргызстан обеспечивает себя пятью видами продуктов. Это не только молоко, овощи и картофель, но и мясо и сахар. Между тем, оказываемая государственная поддержка не повлияла на урожайный стратегический культур. Не только в прошлом, но и в другие годы на доходность различных культур повлияли форс-мажорные обстоятельства. Изменение мирового климата сильно ударило по семейному бюджету не только крестьян. Эту проблему поднимали делегаты на декабрьском народном Курултае. Говоря о водной политике, мы всегда говорим, что Кыргызстан обладает огромными водными ресурсами, благодаря ледникам, рекам и озерам. Наша страна является частью трансграничной водной системы. В водной политике необходимо смотреть не только на внутренние потребности, но и на международные. Перед нами стоит задача не только использовать воду для наших текущих нужд, но и хранить ее для будущих поколений. Новая водная политика страны будет сосредоточена на устойчивом управлении водными ресурсами, сохранении и защите водных экосистем, а также на внедрении современных водосберегающих технологий. В данном контексте мы планируем строительство водохранилищ по всей стране, а также будем продолжать работу по модернизации инфраструктуры и легационной сети. В связи с этим будет повышен статус государственного органа, проводящего политику в отношении водных ресурсов. Тем временем для решения проблемы поливной воды по информации службы водного хозяйства, в 2024 году все внутрихозяйственные каналы перейдут на баланс водного учреждения. Кроме того, в новом году укрепится техническая база и будет закуплено 104 единицы специальной техники, за счет чего мелиораторы своими силами будут выполнять различные работы на водных объектах. В 2023 году было отремонтировано и очищено порядка 700 километров ирригационных каналов за счет средств госбюджета. На Курутае президент в 2023 году озвучил о строительстве более чем 64 бассейнов декадного регулирования. Мы начнем, во-первых, их проектировать, а потом их будем планировать строительство. Но уже, я бы хотел сказать, что три БДРа мы уже начали строить, четыре мы уже очищаем, и еще четыре мы в 2024, переходящем на 2025 год, тоже очистим, реконструируем. То есть не только БДР, еще и каналы у нас ремонтируются. Кроме этого, у нас работы по цифровизации ведутся, то есть установка счетчиков, датчиков, автоматизацию мы начинаем работать. Это массовая цифровизация идет. В нашем здании мы установим сейчас информационно-аналитический центр. До конца года мы планируем в тестовом режиме уже начать работу. То есть вся информация будет стекаться в это здание. Кроме этого, у нас работы ведутся по вручению инвесторов на реабилитацию наших каналов. То есть мы идем не по ремонту каких-то маленьких каналов, а по ремонту всей системы. Допустим, систему канала Отсадыр, систему канала Шахи-Мардан, систему канала Осмон. То есть по системным мы работаем ведем. Отдельные эксперты считают, что для экономии поливной воды необходимо направлять финансовые ресурсы на строительство бассейнов декадного и суточного регулирования. По их словам, подобные меры позволят решать не только продовольственную, но и безопасность страны. То, что создали Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и приоритет дают именно водным ресурсам, я считаю это очень правильно. В 2024-2027 годы будет годом строительства бассейнов суточного, декадного и водохранилища. Я очень радуюсь и считаю, что это самый правильный путь. Потому что на сегодняшний день 22,5% орошаемых земледелий поливаются водохранилищами, БСР. Это значит о том, что это гарантированное обеспечение поливной водой. Это значит, что гарантированно будет решено продовольственная безопасность. Если это будет достигаться не 22, а 50 и более процентов, это только на благо населения Кыргызской республики. Накануне Нового года официально объявили об открытии в 2024 году ряда крупных сельскохозяйственных предприятий. И за счет внешних инвестиций и госбюджета закупят технику на 367 миллионов сомов. В Аше, Джалабаде, Иссыкате, Балакчи и Московском районе откроются крупные предприятия по хранению и экспорту сельскохозяйственной продукции. Таким образом, все запланированные на государственном уровне строительные работы водных объектов, открытие сельскохозяйственных предприятий, выделение миллиардных средств на развитие аграрной отрасли, прежде всего направлены на обеспечение продовольственной безопасности и создание дополнительных рабочих мест. Усен Кульбаев, Нуркамель Асенова, АЛАТО, 24. Итоги недели. Продолжение следует...